Привет, я Руслан Усачев, и сегодня мы наконец-то ответим на вопрос, который нас всех очень сильно волнует. Что будет, если сравнить самый дорогой в России ноутбук с самым дешевым в России ноутбуком? На самом деле, честно говорю, я достал два вот радикально разных образца, и они оба интересные. Начнем мы, давайте, с самого дорогого. Это ноутбук, который стоит 550 тысяч рублей, и сейчас он появится здесь. Как здорово снимать одному все. Здрасте. Это Asus Rock Mothership. 550 тысяч рублей, это дороже, чем самая топовая комплектация макбука последнего. Это дороже, чем защищенные промышленные ноутбуки от Panasonic. Это самый дорогой ноутбук, который сейчас можно достать в России. Он не всю эту коробку занимает, я чуть позже распакую, но давайте посмотрим на его сегодняшнего конкурента. Что в этом углу будет? Может быть, Asus VivoBook за 22 тысячи? Нет. Или, может быть, это Hire за 13 тысяч? Нет. В этом углу у нас... Все, еще один снимаю. В этом углу у нас... Ирбис НВ-102. 8900 рублей. Разница в их цене настолько велика, что по стоимости одного вы можете купить 62 других. Ну, так, чисто родственникам на подарки. 8900 рублей. Столько стоит ноутбук от российской компании. Вы можете обойти все магазины в своем городе, вы не найдете ничего такой же цены. Ну, то есть, если не считать магазинов, где вызывает вопросы, как у них появилась какая-то техника. Вот в официальных это самое дешевое, что можно найти. Я больше скажу, вы не найдете сейчас нигде даже дешевле 10 тысяч ноутбук. 8900. Технически я забрал последний, который был на складе. Сейчас в Питере остались только ветринные образцы. Но его все еще можно официально купить. Вам может показаться, что странно их сравнивать. Типа, ну, очевидно же, вот эта вот махина должна быть круче. Но что-то мне подсказывает, что есть ситуации, в которых ноутбук за 8900 рублей будет даже в чем-то лучше и удобнее, чем тот, что стоит больше полумиллиона. Так вот, сегодня мы будем сравнивать самый дорогой и самый дешевый ноутбук по дизайну, по комплектации и по сценариям использования. Давайте их сначала распакуем. Что, собственно, внутри этой коробки? Видео предполагается, что вот эта вот комплектация должна полностью покрыть все интересы людей, которые готовы обзавестись такой штукой. А это значит, что помимо, собственно, самого ноутбука, гарнитура и... У меня закончилось место. Рюкзак. Рюкзак для переноски ноутбука. Все неинтересно выбираем. Самое интересное у нас вот здесь. Вот этот звук. Хрем космический звук. Еще раз давайте. Вы готовы? Ай, я не был готов. Это у нас ноутбук. Неплохо. Сколько он весит-то? Непонятно, сколько он весит. Не видно. Я техноблогер. Малыш, чем ты меня удивишь? Четырехъядерный процессор. Один гигабайт оперативной памяти. Тридцать два гигабайта встроенной памяти. Я хотел сказать, что, судя по характеристикам, это как будто обычный бюджетный смартфон. Но это скорее отстающий в развитии брат бюджетного смартфона. Давайте посмотрим, что внутри. О, инструкция. Судя по описанию бонусов, которые в комплекте, это как будто учебный ноутбук. Ты как бы купил его и учишься больше такое не покупать. Стоп. На всякий случай. Я здесь не для того, чтобы оскорблять компанию или сотрудников компании Ирбис. Я прекрасно понимаю, что в России огромный рынок для таких бюджетных ноутбуков, планшетов, телефонов, которые они производят. Они находят своего потребителя. Это замечательно, что они позволяют людям пользоваться техникой. Естественно, не все имеют возможность пользоваться самой дорогой, продвинутой техникой. Но в данном случае я специально нашел самую дешевую модель. Поэтому я здесь не для оскорблений. Я здесь ради кеков. Так, а тут у нас письмо от создателей ноутбука. Они желают, чтобы люди, которые его приобрели, нормально прожили с одной почкой. В комплекте мышь. И одна из самых пугающих вещей, которые я видел здесь, у этого ноутбука. У этого ноутбука вот такой блок питания. Точнее, у него их два. И это, я вам скажу, не самые слабые блоки питания. Вообще, отдельно-то упаковку стоило отметить. Это прям такой небольшой тест на интеллект, чтобы ее разобрать. В принципе, кстати, упаковка такая прямо к делу. То есть, несколько бумажек, ноутбук и зарядка. Посмотрите, какая милая зарядка. Это все. Это у меня таким зубная щетка заряжается. Ну и, собственно, момент истины. Сейчас мы увидим ноутбук Ирбис НБ-102 за 8900 рублей. Ну, кстати, я бы сказал, что неплохо. То есть, ему белый цвет как будто придает какой-то премиальности такой. Аккуратный логотипчик. Одной рукой можно держать его. Ты работаешь или нет? Написано 600... 691 грамм, но если я сниму его, то мои весы покажут минус 240 грамм. Я техноблогер. Теперь 930 показывает. На сайте написано, что 700 с чем-то грамм. Да и важно ли это? Меньше килограмма. Это факт. Что же нас ждет внутри? У них есть вкладка для защиты экрана. И еще отдельная защитная пленка на экране. Купив всего один мазершип, вы, скорее всего, поможете менеджеру по продажам приблизиться к закрытию плана на месяц. Когда я пытался купить себе Ирбис, директор Эльдорадо пришел, чтобы отговорить меня от этого. Сказал, что ну зачем? Вы потом будете его возвращать, жалуюсь на то, какой он малопроизводительный. Ну, что из себя представляет ноутбук? В принципе, я его еще даже не включил, но уже все в нем кричит, что это геймерское устройство. Но вот вы на это посмотрите. Ты так, постой, малыш, я тебя сейчас подключу. В принципе, уже понятно, что очень странный форм-фактор для ноутбука, но я его еще не открыл. Ведь открываться он будет вот так, смотрите. Так, можно сделать и вот так. Че? На данный момент вы, наверное, переживаете. А когда же будет, собственно, рекламная интеграция в этом ролике? Вы дождались. Ведь по ссылке в описании вас ждет топовый мерч моего канала. Объясню, почему вам срочно нужно перейти в магазин и скупить весь мой мерч. Смотрите, если вы хороший человек и вы покупаете, там, мою футболку или браслет, то, значит, какие-то плохие люди не смогут их купить, потому что число ограничено. И, соответственно, если все хорошие купят, то злые люди будут ходить голые. Вот, все, отлично. Поэтому переходите по ссылке, покупайте мерч. Надо было на маркетинг идти. Малыш, ты включишься у нас? Он живой. Пытается что-то, пытается загрузить. Там Windows 10 нормальный. Типа вот, если у вас ноутбук на Windows 10, любой, это там. Он реально запускает настоящий Windows 10, как взрослый прям. Ты моя прелесть. Подождите. Да, конечно, мы подождем. Чего нам? Куда торопиться? Мало того, что в одном Эльдорадо меня отговаривали его покупать, я поехал потом в другой магазин на окраине города, чтобы все-таки взять витринный образец запасной. Приехал туда, и он не включился просто. Он там стоял на витрине, но он не работал. Я такой, отлично. И, конечно, потратил на такси примерно одну шестую стоимость этого ноутбука. О, здравствуйте. Нет, я, естественно, не могу злиться на ноутбук, который стоит меньше 10 тысяч рублей, за то, что он так медленно запускается. Но у меня есть идея, с чем это можно сравнить. Я достал свой смартфон HTC Design 2010 года выпуска. Давайте проверим, кто из них быстрее запустится. Что ж, это уверенная победа над телефоном, которому 9 лет. Да, подставка это интересно, но основное дизайнерское решение это вот такая клавиатура, которая, ну, сам факт того, что она сгибается, может меня занять на пару часов. Но еще можно сделать вот так. И все, отдельная клавиатура в таком формате. Это, да, практически какой-то планшет или даже моноблок, потому что можно отодвинуть очень сильно и продолжать заниматься чем угодно. Например, забыл зарядить клавиатуру. Что ж, видимо, этот так не умеет. Хорошо, что я взял два. Вот так это практически обычный ноутбук. Или если вы любите какие-то странные вещи в жизни, то можно вот так вот сделать. И он продолжает работать. Это, видимо, тот случай, если ты хочешь, ну, сразу все лампочки увидеть. Но другой вопрос, как это все работает. Немного технических характеристик. Естественно, это все стоит огромных денег не только из-за того, что одной кнопочкой можно включить цифровой блок. И, в принципе, снять клавиатуру, она продолжит работать. Внутри процессор Intel Core i9, видеокарта RTX 2080, огромный SSD-шник и, в данном случае, еще 4К-экран. Мне кажется, эта подсветка понравится тем, чей любимый цвет любой. Он еще работает даже. Не, ну, то есть, как бы я купил себе ноутбук за 8900, но с небольшой доработкой-то я устройство два в одном получил. Это практически планшет уже так вот. Тут в каком-то смысле даже есть тачскрин. Это не мышка, конечно, реагирует на нажатие, а просто экран. Даже с обратной стороны реагирует. Это-то у нас в гарантийный ремонт не примут. Здравствуйте. Как минимум, мы уже знаем, что собрано неплохо. Все-таки российский бренд сделан в Китае. Не, ну тут-то как бы все понятно. В случае с Rock Mothership здесь буквально каждый сантиметр кричит о том, что это геймерский ноутбук, ребята. Агрессивный корпус, RGB-подсветка с каждого угла. Даже если его закрыть, он все равно будет пугающе мерцать красным светом. Да, раздражает. Нет, я пока не нашел, как это выключить. Здесь тоже есть LED-подсветка. Только она не RGB, она просто B. Просто, просто синий, синий вот здесь горит и все. Интересный факт, синие светодиоды самые дешевые в производстве. С портами вообще полный порядок. Для зарядки аж две штуки. С одной стороны супербыстрые USB Type-C и три штуки Type-A. Порт для микрофона, порт для наушников и Ethernet кабеля. С другой стороны у нас две зарядки HDMI, еще один Type-C, еще один Type-A и порт для SSD карточки. Ну чисто если фотки надо будет перекинуть. Из портов у нас здесь разъем для зарядки, обычный USB-A, маленький HDMI. С другой стороны обычный USB, вход для наушников и для микро-SD карточки. Ну чисто маленькие фотки обработать. И два микрофона здесь, но в них ничего засовывать не надо. Хотя у меня есть ощущение, что если ему одновременно засунуть во все дыры, он не выдержит. Если ее использовать как рабочую станцию, то конечно тут пригодится 4К-экран. Для игр конечно же лучше, чтобы экран был с меньшим разрешением, но с большей частотой обновления. Но вот только таскать с собой такую рабочую станцию, это странное развлечение. Потому что, да, это очень большой рюкзак. Но до того момента, пока вы попытаетесь в него засунуть все необходимое, чтобы мазершип работал. Собственно, где как ни здесь, ни в летнем саду, показать вам, как я попытался уместить весь этот ноутбук внутрь рюкзака. Сразу предупреждаю, не факт, что это правильно сделал. Вот, смотрите, все аккуратно здесь умещается. Я нашел два кармашка для блоков питания, маленький кармашек для мышки. Вот сюда я наушники креплю. Сюда с большим трудом помещается сам ноутбук. Если вы знаете, как удачнее это все утрамбовать внутрь, то напишите в комментариях. Кстати, я только что понял, что это не просто рюкзак. Это два рюкзака. Что? Кажется, я очень сильно отстал от мира гейминга. Что-то тупая идея делать на холоде. Изи! Практически 10 килограмм. Что бросается в глаза? То есть, ну, тут как бы... Не то, чтобы здесь большой выбор того, что может броситься в глаза, но все-таки экран. Потому что это сложно не заметить. Здесь очень старая версия экрана, у которого есть... Ну, знаете, иногда обсуждают, что у экрана плохие углы обзора. Типа ты вот со стороны смотришь на него и не видно. И там искажаются цвета. Здесь как бы... Ну, не то, чтобы у него есть правильные углы обзора. Вот я сейчас сижу перед ним просто вот ровно. И я бы не сказал, что это правильный угол обзора. То есть, невозможно найти тот градус. Я вот поднимаю, все засвечивается белым. Я опускаю, все уходит слишком в черное. Даже не могу возмутиться, что из-за плохой цветопередачи не получится нормально редактировать фотографии. Потому что, ну, вряд ли на нем можно Photoshop нормально запустить там или Lightroom. А клавиатура, кстати, ничего плохого сказать не могу. Она как бы... Ну, это устройство за 8900. Она выполняет свою работу. Она печатает текст. И если вам нужно печатать текст и больше ничего другого делать не надо, то, в принципе, почему нет? В каком-то плане это даже плюс. То есть, пока ты работаешь на нем из-за низкой производительности, ничего не будет отвлекать. То есть, чтобы просто открылся там YouTube-чик и запустился какой-то видос, ну, ты успеешь докторскую дописать. Кстати, да, ставьте лайки под видосом, если вы доктора науку. Стойте, у меня есть еще одно сравнение их стоимости. Если у вас кто-нибудь украдет вот этот ноутбук, то это будет 158-я статья УК РФ, пункт 1. Кража. А если кто-нибудь утащит вот такой, то это уже пункт 2. Кража в крупном размере. Если утащить два таких, то можно засесть на 10 лет тюрьмы. Это забавно, но из-за того, что этот ноутбук настолько маломощный, и пускай в нем маленькая батарея какого-нибудь крупного смартфона, он все равно будет держать зарядку дольше, потому что, ну, просто некуда тратить ее. Пробуем запустить YouTube. Я закрою первую вкладку, чтобы ему легче было. У меня нормальный дома интернет, вы не подумайте. Хочется звук сейчас проверить. Ну, давай. Да, Севердиопыт, это я искал. Посмотрим, что у него со звуком. Full HD он должен на YouTube показывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда вообще звук-то выходит? Они как будто... Что, они типа забыли отверстие, что сделать под звук? Это очень странно, но я затыкаю пальцами отверстие для динамиков, и звук становится лучше. Слушайте, у меня есть идея, кому подойдет такое звучание типа из ведра. Целевая аудитория ноутбука растет. Те, кто любит печатать тексты, и те, кто любит группу кино. Думаю, пора проверить мобильность этих устройств, ведь это типа ноутбуки. Это мобильные компьютеры, ты можешь с ними прийти куда угодно и заниматься чем хочешь. Ирбис тут себя показывает во всей красе. Он помещается в стандартный карман. Стандартный 10-дюймовый карман, который есть у каждого из нас. Лаконичный белый корпус, даже какой-то дополнительный шарм придает этому, знаете, образу миллениала, который пришел в кафе, взял себе капуч за 200 рублей, чтобы полдня сосать бесплатный Wi-Fi. Но, конечно, важна бдительность, чтобы не случилось трагедии. О нет, катастрофа. Слава богу, у меня есть запасной. С этим громилл и такое не прокатит. Да, безусловно, вы сразу заявляете себя альфой, когда входите в любое помещение с этим рюкзаком. Геймерская мода, это сексуально. Но любой кофе остынет, пока вы будете просто раскладывать все необходимые части, чтобы он хотя бы заработал нормально, продержался больше часа. И вдруг оказывается, что рядом нет розетки. Как хорошо, что мы всегда носим с собой удлинитель. Ведь мы теперь из этих людей. Теперь можно браться за работу, не обращая внимания на завистливые взгляды людей. Когда смотришь на этот пластиковый оладушек, сразу напрашивается идея для следующего теста. А как они справятся с видеоиграми? Я сомневаюсь, что у кого-то были сомнения по поводу способностей и в этом плане у Мазерши, потому что в нем есть все, чтобы быть мощной игровой станцией. Смотрите, как все мигает и логотип блестящий. Объективно тут куча оперативки, мощный процессор, быстрый огромный SSD и видеокарта с поддержкой рейтрейсинга и красивый сочный 4К экран. И вот именно тут появляется большое но. Подавляющее большинство актуальных на данный момент видеоигр на этой махине будут идти с максимальными настройками, выдавая отличное число кадров в секунду. Пока вы не включите преслабутый рейтрейсинг, и он захлебнется из-за своих 4К. То есть вы либо понижаете разрешение, либо любуетесь вот таким вот. Так что при всем моем уважении, это, конечно, не всесильный компьютер, но стоит признать, что задачи, на которых он захлебывается, чтобы с ними справиться, ему потребуется настольный ПК, сравнимый по цене. Только главное наушники не снимать, потому что тогда вы услышите. Я даже не знаю, что назвать у этого ноутбука узким горлышком для видеоигр, потому что... Ну вообще, любая вещь, которую я про него могу сказать, это будет узкое горлышко. Возможно, установить все видеоигры мира вам помешает встроенная память. Всего 32 гигабайта, точнее, как видно в настройках 29, или всего 1 гигабайт оперативной памяти, из-за которых в вашей жизни появятся новые философские вопросы. А действительно ли это то, чего я на самом деле хочу? Открыть вторую вкладку в браузере? Или игры просто не будут запускаться, потому что... Ну, камон. Да? Чего? Хотя, конечно, есть один беспрогрешный вариант, но для начала нужно отключить Wi-Fi. Давайте проверим, как они в плане работы. Что, если вы Power User? Что, если вы надежда российского видеоблогина, у которого незаслуженно мало подписчиков? Прикодятся ли в работе они вам? Тестировать будем работоспособность всей этой системы на очень простой задачи. Я возьму, открою Premiere, в котором я работаю, закину туда 4K-футаж, снятый с дрона на самом северном поюсе. Я был на северном поюсе, если вы до сих пор не в курсе. И отрендеру все это просто в Full HD. То есть перекодирую в файл меньшего размера. Честно признаюсь, никогда в реальной жизни я с такой задачей не сталкивался, но просто в ней участвуют те процессы и те программы, которые я постоянно использую, так что почему бы и нет? Теперь давайте разберемся, что покажет Ирбис. Хорошо, что я взял еще один. Я думаю, самое время подвести итоги, пока это окончательно не вышло из-под контроля. Ну, то есть, естественно, изначально было понятно, что это два устройства из совершенно разных лик, то есть дело не только в цене, это совершенно разный подход к дизайну. Как снаружи, так и внутри. Это колоссальный разрыв в производительности. Это апелляция к совершенно разной аудитории. Если нужно проверять почту, написать небольшой текстик, сидя в кафе, то Ирбис будет удобнее. Он легче, он дешевле, компактнее, он не так много внимания к себе привлекает. Если нужно играть, то это, конечно, Мазершип офигенный вариант. На нем ничего не тормозит. Это хорошая, надежная, рабочая станция, производительная. Но, с другой стороны, за такие деньги, возможно, легче купить просто настольный ПК, потому что таскать с собой такую махину невозможно. Но! Сейчас будет финальный сюжетный поворот. Я с этими двумя ребятами, точнее, с пятью ребятами, прожил неделю. И могу вам сказать, что на самом деле это два очень похожих устройства, потому что их компании-производители их одинаково используют. Смотрите, одна компания хотела всем показать, что они могут сделать самый дорогой, самый мощный игровой ноутбук, который буквально раздвигает представление людей о том, что вообще такое игровой компьютер. У него отцепляется клавиатура. Прикол! А другие ребята строят свой бизнес на том, что продают супербюджетную технику. Им было бы важно показать, что самый дешевый ноутбук, который есть в России, это их ноутбук. Да, он, конечно, захлебнется, если ты чуть больше, там, трех секунд поддержишь какую-нибудь букву, но он работает. Он работает и стоит меньше 9 тысяч рублей. Как бы никто не должен покупать его. И вот это на самом деле тоже никто не должен покупать. Но они есть, чтобы заявить о себе. И в голове у потенциальных клиентов откладывается, кому нужно идти за производительностью, а кому за дешевизной. И, кажется, я своим видосом помог бесплатно их маркетологам. Зашибись. По итогу-то вообще что? Я сравнивал их сегодня, рассказывал вам, что бывают супер дешевые ноутбуки, бывают супер дорогие, но можно ли их сравнивать? Можно ли сказать, какой из них лучше? Да, конечно, вот этот. Естественно, какие вопросы? Не, ну от этих ребят я тоже получил безумное удовольствие в процессе съемок. И я надеюсь, что вам этот ролик понравился, раз уж вы почти до конца досмотрели, то ставьте лайки, если хотите, чтобы было больше таких экспериментальных форматов у меня на канале. Подписывайтесь на канал, комментарии пишите, всячески распространяйте его, делитесь с друзьями, уведомления включайте, жмите колокольчики, потому что YouTube скручивает твои просмотры. Чтобы ваши просмотры засчитали, вы должны перейти по ссылке в описании и купить мой мерч. Единственный способ. Да, это правда. С вами был Руслан Усачев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok